Денис «Вика, ты чего?» – мужчина посмотрел на девочку с удивлением. «Что слышал?» – задиристо ответила 14-летняя Вика. «Я хочу, чтобы ты бросил мою маму». «Почему?» – Денис ничего не мог понять. «Мы же любим друг друга, и с тобой тоже всегда ладили». «Я тебя просто терпела», – сизвила девочка, вскинув голову. «Уходи из нашей жизни». «Давай просто поговорим», – Денис шагнул к падчерице. «Почему ты так говоришь?» Вика угрожающе посмотрела на отчима и вскинула руку с телефоном. На экране был номер полиции. «Еще шаг, и я звоню, и начинаю кричать. Полиция быстро приедет, и тебя посадят». Денис примирительно поднял руки и немного отступил. Сначала он думал, что Вика его просто разыгрывает, но в ее глазах была настоящая ярость и страх. «Уходи!» «Маме оставь записку, что хочешь побыть один и все обдумать». «Я ее муж. Какая записка? Она поймет, что это какая-то ерунда. Позвони маме при мне». Виктория поняла, что Денис прав. «Скажи ей, что больше нас не любишь и уходишь от нас». «Вика, не делай этого!» В глазах Дениса появились слезы. Он не хотел терять свою семью. Ему было больно и обидно. «Я же люблю вас! Что в конце концов происходит?» Денис вздохнул и взял в руки телефон. «Звони!» Голос девочки дрогнул, но она стояла на своем. Денис вздохнул и взял в руки телефон. Он решил, что позвонит Лене сейчас, а потом они встретятся и все спокойно обсудят. «Алло, Лен, привет!» Денис говорил спокойно. «Как дела?» «Привет!» – послышался голос Елены. «Все прекрасно. Вы как?» «Лена, ты только не сердись на меня и не обижайся, но мне нужно уйти от вас». «Что? Ты выпил, что ли? Куда уйти?» «Я вас больше не люблю. Ни тебя, ни Вику. Прощай!» Денис положил трубку, не слушая выкриков жены. Его руки дрожали. Он вообще не понимал, что происходит. Первым желанием было забрать телефон у дочери и серьезно поговорить. Но Денис видел, что Вика в таком состоянии, что не будет его слушать. «Я думал, что у тебя подростковый период легче пройдет», – попробовал пошутить Денис. «Собирай вещи и уходи». Денис так и сделал. Он решил не спорить с девочкой, а дождаться приезда Лены. Правда, ее не будет дома до следующего вечера, но можно было приехать сюда и завтра. Напоследок, перед тем, как закрыть дверь, Вика серьезно сказала. «Вздумаешь маме правду сказать? Я пойду в полицию». Денис посмотрел на девочку. В ее глазах было отчаяние и злость, как будто она защищалась. «Но ведь я ничего ей не сделал», – подумал мужчина. «Зачем Вика так поступает?» Он вышел из подъезда и, держа в руке сумку, прошел к машине. Денис решил ехать к другу. У него можно было переночевать и заодно обсудить возникшую проблему. Денису и в страшном сне не могло присниться, что Вика, которую он уже давно считал родной, так поступит с ним. А девочка смотрела, как он уезжает, думая, правильно ли она делает. Накануне вечером она сидела с подружками, и одна из них посмотрела на Вику и спросила полушепотом. «А твой отчим приставал к тебе?» «Что?» «Нет, Денис хороший», – тут же стала защищать его Вика. «Все они хорошие», – Арина пожала плечами. «Вот увидишь, ему надоест изображать из себя примерного, и тогда тебе конец». «Он так не сделает», – уверенно заявила Виктория. «А ты понаблюдай за ним, пройдись в шортиках», – захихикала Арина, а потом, резко посмотрев в глаза, «если покраснеет и смутится, значит, подсматривал за тобой, тогда гнать его надо». До этого дело не дошло, но, вернувшись от подружки, на следующее утро Вика тихо зашла домой и услышала разговор Дениса с кем-то по телефону. «Да-да, Вика уже большая девочка, красивая, да и чувство вкуса у нее есть, скоро мальчишки будут бегать». Вика слушала этот разговор несколько минут, а потом ей стало тошно и очень грустно. Она также тихо вышла из квартиры и позвонила подруге. «Гони его сразу, пока он не начал к тебе лезть», – голос Арины был твердым. Виктория так и сделала, хотя внутри все возмущалось. Она старалась не смотреть в глаза человеку, который пришел в их жизнь, когда ей исполнилось восемь лет. С тех пор Денис всегда был рядом. Он помогал с уроками, заплетал ей косички, водил на разные кружки, ходил на выступления. Нельзя было перечислить все, что делал ее отчим. Но сейчас девочка не хотела про это думать. В голове вертелись другие мысли. Когда Денис вышел из квартиры, девочка позвонила подруге и, стоя у окна, сказала. «Все, он ушел». «Круто! Слушай, а давай вечеринку замутим у тебя?» Вике не очень хотелось что-то устраивать, но она подумала, что теперь придется как-то жить без Дениса, которого она привыкла считать своим отцом. Ей стало еще хуже, захотелось плакать, и Виктория сказала. «Да, конечно, только много народа не тащи, и поможешь мне потом убраться». Договорились. Арина рассмеялась и положила трубку. Через полчаса в квартире собралось не меньше двадцати человек. Все шумели, кричали, включали музыку, что-то обсуждали, и даже не беспокоились, что соседи могут вызвать полицию. Почти все люди были старше Виктории. Это были друзья Арины, которая часто общалась с такими компаниями. Виктория почему-то нервничала. Она прохаживалась по квартире, беспокоясь, как она выгонит всех этих людей, да еще и приберется перед приездом мамы. Арина с пивом в руке помахала ей. «Не кисни, подруга, выпей лучше». Вика покачала головой. Уж пить она точно не будет. Денис всегда учил ее на личном примере, что пить и курить нехорошо. Виктория потрясла головой, пытаясь избавиться от мыслей об отчиме. Он больше не ее идеал. «Эй, красотка!» К Виктории неспешно подошел какой-то парень. На вид ему было лет шестнадцать. «Чего грустная такая?» «Все нормально». Вика постаралась отделаться от парня. «Меня Стас зовут». Парень обхватил Вику за плечи, и ей стало противно. «Отпусти меня!» «Ишь, какая недотрога!» Стас даже не подумал отпускать девочку. Наоборот, он только крепче обхватил ее. «Пойдем погуляем!» Вика не стала кричать. Она видела, что всем вокруг без разницы, что происходит с ней. Арина вообще куда-то исчезла. Стас вытащил ее в подъезд, где было не так шумно, и, ухватившись руками за ее плечи, наклонился, чтобы поцеловать. Виктория изо всех сил, как ее учил Денис, ударила парня между ног и бросилась бежать вниз по лестнице. В ее руке был судорожно зажат телефон, и девочка на бегу стала набирать номер отчима. Денис спокойно лежал на диване. Он поговорил с Лехой, и на душе стало немного легче. «Это подросток, тем более девочка», – убежденно сказал друг. «Дай ей время, она сама поймет, что не права». «А Лена?» «Вдруг она поверит ее наговорам?» «Ленка твоя умная женщина», – не согласился Леха. «Она все обдумает, и я уверен, что она встанет на твою сторону. А там уже вместе с Викой разберетесь». Денис смотрел какой-то фильм, точнее, бессмысленно наблюдал, как перед его глазами мелькают картинки. Он все никак не мог сосредоточиться на сюжете. В голове была только Вика и Лена, а в сердце – боль и непонимание. Вдруг зазвонил телефон в кармане Дениса, и он резко сел. На экране было написано «дочка». Денис так с самого начала записал Вику, а у нее он раньше был записан как папа, хотя вслух они друг друга так нечасто называли. «Алло!» Денис неуверенно взял трубку, не зная, чего ожидать. Вдруг Вика что-то еще придумала или наоборот хочет извиниться. «Пап, приезжай, пожалуйста!» Голос Вики дрожал. В нем слышались слезы. Она явно была чем-то сильно напугана. «Что случилось?» Денис уже стоял в прихожей и обувался. «Ко мне приставал один парень. Я вечеринку устроила. Я на улице сейчас!» Сбивчиво тараторила Вика. «Я просто... просто развеяться хотела». «Я еду», – коротко ответил Денис. «Где ты конкретно?» «На улице!» Вика вытерла слезы и осмотрелась по сторонам. «У парка!» «Стой там и жди меня. Буду через пять минут». Денис не обманул. И через несколько минут Виктория сидела в его теплой машине. «Что случилось? Кто сейчас в нашей квартире?» Вика сидела, опустив голову, и ругала себя всеми плохими словами, которые знала. Денис примчался ее спасать сразу же. И глаза у него такие добрые и заботливые. Он как будто даже не вспоминал ее глупых обвинений. «Он тебя не тронул?» Отчим продолжал задавать вопросы. «Нет, не успел. Я его ударила, как ты учил». Впервые за этот напряженный вечер Вика слегка улыбнулась. «Я вечеринку устроила. Не думала, что Арина притащит столько людей, да еще и парней всех этих. Один ко мне пристал, в подъезд вытащил. Я еле убежала». «Ладно, ладно». Денис успокаивающе погладил ее по плечу. «Поехали разбираться». Через полчаса Денис и Вика стояли в квартире и смотрели на хаос. Всех удалось выгнать даже без криков. Стоило мужчине сказать, что он хозяин квартиры и сейчас вызовет полицию. Денис открыл окна и осматривал фронт работы. Все было плохо только на первый взгляд. Мусор можно было убрать, мебель была не повреждена и даже не облита. Разбили какой-то сувенир, но, в общем, удалось обойтись малыми жертвами. «Сама справишься?» Денис покосился на падчерицу. «А ты?» Девочка уже забыла о своих словах. «Ты меня вообще-то прогнала. Денис не хотел напоминать об этом, но надо было все обсудить. А то Вика при любом удобном случае будет ему тыкать в лицо этим». «Я... я...» Девочка запнулась, а потом резко вскинула голову. «Ты меня вчера с кем-то обсуждал. Говорил, какая я красивая и как выросла». «И что? Ты моя дочь. По крайней мере, я так всегда думал». Денис грустно усмехнулся. «А когда ты слышала это?» «Вчера днем, когда от Арины пришла». Вика с удивлением смотрела на отчима, который расплылся в широкой улыбке и сказал. «Мы обсуждали, какое платье тебе купить. Я говорил, что ты большая и сама себе можешь выбрать. Я же тебя знаю». «А про мальчишек ты что-то сказал?» Вика чувствовала себя очень глупо. «Что они там за мной бегать будут?» «Так это неправда, что ли? Скоро придется жениха тебе выбирать». В голосе Дениса появились шутливые нотки. А потом он добавил. «А мне, как твоему отцу, придется смотреть, чтобы они руки не распускали». Вика неожиданно всхлипнула, а потом расплакалась и прижалась щекой к плечу Дениса. «Пап, прости меня. Я такая глупая. Арина мне наговорила всего, а я поверила. Еще и тебя так обидела». «Я тебя люблю, Викуль, очень сильно, как родную дочку. Никогда бы не стал даже думать о таких вещах. Давай забудем про все это». «А маме скажем, может, ей не надо знать?» «Ей придется сказать, но думаю, что уже завтра мы все вместе над этим посмеемся. А сейчас надо отдохнуть. Иди спать, дочка». Виктория еще раз обняла отца, чувствуя, как угасшая любовь к нему вспыхнула с новой силой. Несмотря на ее слова и дела, папа по-прежнему любил ее и пришел на помощь сразу же. «Спокойной ночи, пап!» – на прощание сказала Вика. «Я тебя люблю». Денис кивнул, думая, что давно стал частью этой семьи и оторвет голову любому, кто посмеет обидеть его девочек. Даже в ссоре нельзя было забывать о том, что они семья, в которой прощают друг друга и любят. На следующий день Денис и Вика встретили Елену с работы. Они решили все вместе сесть и поговорить о произошедшем. Елена выглядела расстроенной. «Лена, прости нас», – начал Денис. «Я бы никогда не стал приставать к ребенку». «Но что на тебя вчера нашло? Зачем ты наговорил все это по телефону?» «Это я виновата», – не выдержала Вика. «Я заставила его так сказать. Пригрозила, что пойду в полицию и скажу, что он ко мне приставал». «Что? Но почему, Вика?» Елена была шокирована. Девочка рассказала матери про разговор с подругой, про свои подозрения и глупые действия. «Мам, я так его люблю. Он мне как настоящий отец, а я чуть все не испортила». Елена обняла дочь. «Ты еще такая маленькая, легко попадаешь под влияние. Главное, что вы все мне объяснили». Потом она посмотрела в глаза мужу. «Денис, я тебе верю. Знаю, как ты любишь нашу Вику. Давайте забудем это недоразумение». Денис и Вика облегченно вздохнули. Кризис в семье был преодолен. Прошло несколько недель. Вика перестала общаться с Ариной, хотя та несколько раз звонила ей. Девочка почувствовала свою вину перед отчимом и старалась ему угодить. Помогала по дому, иногда готовила ужин. Однажды в школе к Вике подошел Стас, тот самый парень с вечеринки. «Привет, красотка! Как жизнь?» Девочка хотела уйти, но Стас схватил ее за руку. «Эй, ты чего? Я извиниться хотел за тот случай. Я выпил и не соображал, что делаю. Давай помиримся». «Отстань от меня!» Вырвалась Вика. «Из-за тебя и твоих друзей мне выговор был». «Но мы же ничего плохого не делали. Просто отдохнули». Вика фыркнула и ушла прочь. Этот разговор ее разозлил. Дома она рассказала об этом Денису. Тот нахмурился. «Не подходи к этому парню. Он старше тебя и явно на тебя запал. Будь осторожна». «Хорошо, пап», – пообещала Вика. Но Стас не отступал. Он подкарауливал девочку после школы, приставал с разговорами, дарил подарки. Вика его игнорировала, но чувствовала себя все более неуютно. Однажды Стас подошел к ней прямо у подъезда дома. «Ну чего ты убегаешь от меня?» Недовольно бросил он. «Я же вижу, что тебе без меня скучно. Давай гулять пойдем». «Отвали от меня! У меня папа дома, я ему все расскажу». Стас рассмеялся. «А, этот жирный лысый мужик? Не боюсь я его». Он схватил Вику за руку, но тут из подъезда выбежал Денис. Услышав крики дочери, он поспешил к ней на помощь. Мужчина гневно посмотрел на Стаса. «А ну отпусти мою дочь, щенок!» Парень выпустил руку Вики. «Я с ней просто разговариваю. Вы чего пристали ко мне?» Денис закрыл Вику с собой. «Чтобы я тебя больше тут не видел и держись от нее подальше, а то пожалеешь. Ясно тебе?» Стас что-то буркнул и удалился прочь. Вика облегченно вздохнула. Дома они рассказали об этом Елене. «Вот же, наглец! Хорошо, что ты подоспел, Денис, а то этот придурок мог причинить Вике вред». «Что делать будем?» Спросил Денис. «Мне не нравится, что этот Стас крутится возле нашего дома». «Если он еще раз появится, грозись вызвать полицию», – посоветовала Елена. «Пусть знает, что шутки плохи». Но Стас, видимо, не боялся даже полиции. Через несколько дней Вика опять столкнулась с ним возле школы. «Привет, красавица! Я скучал без тебя. Пойдем гулять!» Девочка молча проследовала мимо. «Эй, ты чего не отвечаешь?» Стас схватил Вику за плечо. «Давай в кино сходим, я билеты купил уже». «Не трогай меня!» Вика вырвалась. «Мой папа тебе покажет и в полицию заявит». «Плевать я хотел на твоего папашу!» Огрызнулся Стас. «Ладно, иди пока, а я еще приду за тобой». Дома Денис и Елена выслушали ее с беспокойством. «Ну, это уже не шутки», – решил Денис. «Завтра я пойду в его школу, отыщу родителей и устрою скандал. Посмотрим, может, это их отучит. А если нет, заявлю в полицию на хулигана». «Правильно», – поддержала его Елена, – «мы не должны мириться с этим, иначе этот парень решит, что может творить все, что хочет». На следующий день Денис отправился в школу Стаса. Он отыскал его отца, тощего, зашуганного мужика. «Ваш сын уже которую неделю преследует мою дочь», – с порога начал Денис. «Пристает к ней с разговорами, хватает за руки. Вы что, совсем его не контролируете?» Отец Стаса испуганно заморгал. «Извините, но я тут ни при чем. Стас мне ничего не рассказывал про вашу дочь. Я с ним поговорю, запрещу приближаться». «Угу, запретите», – фыркнул Денис. «Мало ли, что вы ему там запретите. Толку ноль. Или вы его остановите, или я заявление в полицию накатаю». «Да бросьте вы! Зачем полиция?» – заволновался мужчина. «Может, дети сами разберутся?» «Обещаю вам, я с ним поговорю. Больше Стас вашу дочь не потревожит». Денис хмуро кивнул и удалился. Что-то ему подсказывало, что этот разговор ни к чему не приведет. И действительно, буквально на следующий день Стас подкараулил Вику возле подъезда. Девочка бросила на него испуганный взгляд и ринулась в подъезд. Там как раз спускался Денис. Увидев заплаканную Вику, он тут же догадался, в чем дело. Мужчина выбежал на улицу, схватил Стаса за грудки и встряхнул. «Я же говорил, держись от нее подальше, а ты все равно лезешь. Хочешь, чтоб я тебе морду набил?» «Отцепись от меня, толстяк!» – вырвался Стас. «Ты мне не указ!» Он попытался ударить Дениса, но тот увернулся, а затем с размаху врезал обидчику в нос. По лицу Стаса потекла кровь. «Ах ты, сволочь!» – взвыл парень. «Сейчас я тебе устрою!» Но Денис ловко схватил его в полицейский захват, одной рукой за шею, другой вывернул руку. «Пошли, голубчик, разбираться!» – сказал он. «Позвоним твоему папаше, а заодно и в полицию. Посмотрим, как ты после этого, Вике, жизнь портить будешь!» Когда прибыл отец Стаса вместе с полицией, Денис настоял на возбуждении уголовного дела за хулиганство и причинении вреда здоровью. «Этот щенок достал мою семью!» – возмущался он. «Мы так больше не можем жить! Пусть получит срок! Посидит, поумнеет!» Стаса увезли в отделение для разбирательства, а его отцу пришлось извиняться перед Денисом и умолять не подавать в суд. «Мы заплатим штраф, только не в суд! Сын у меня хулиган, согласен, в армию его определю, воспитает, только не ломайте ему жизнь!» Денис жалился над несчастным мужиком. «Ладно, уговорили. Главное, чтобы он больше к нам не совался!» Вскоре Стаса действительно забрали в армию и от него избавились раз и навсегда, а Вика с облегчением вздохнула. Ее любимый папа – настоящий защитник, который не позволит дать в обиду дочь и жену. Их семья стала еще крепче после пережитых испытаний. Прошло несколько месяцев. Жизнь в семье Дениса, Елены и Вики вошла в спокойное русло. Никаких происшествий больше не случалось. Но вот однажды Елена сказала мужу, «Знаешь, я думаю, нам стоит съездить куда-нибудь всей семьей на отдых. Мы давно никуда не выбирались». «Отличная идея!» – обрадовался Денис. «Давай на море поедем. Вика уже большая, ей понравится». Решено было взять путевку в небольшой уютный отель «Миллоу» на юге страны под Сочи с полным пансионом. Когда приехали на место, Вика пришла в восторг. «Здесь так красиво! И море прямо рядом! Спасибо, что взяли меня с собой!» «Не за что, дочка!» – улыбнулся Денис. «Мы же семья, должны вместе отдыхать!» Первые несколько дней они провели на пляже. Загорали и купались. А по вечерам гуляли по набережной. Покупали сувениры и мороженое. В общем, прекрасно проводили время. Однажды днем к ним подсел на пляже мужчина лет сорока пяти. «Здравствуйте! Не возражаете, если я тут рядом размещусь? Места мало на пляже!» «Да, конечно!» – кивнула Елена. А про себя подумала. Типичный кавалер, одинокий мужчина в отпуске. «Меня Валерий зовут!» – представился незнакомец. «Очень приятно! А я Елена. Это мой муж Денис и дочь Виктория. Вот как! Замечательно! Вы, я погляжу, дружная семья!» Валерий улыбнулся. Они немного пообщались, а затем мужчина отошел поплавать. «Ну что, поклонник нашелся у тебя?» – подмигнул Денис жене. «Да брось ты!» – рассмеялась Елена. «Просто вежливый мужчина!» Когда Валерий вернулся с купания, он спросил. «Вы тут отдыхаете?» «А я вон в том отеле остановился. Сегодня вечером там будет концерт на открытой эстраде. Может быть, присоединитесь ко мне?» «Это заманчиво. Спасибо за приглашение!» – ответила Елена. «Но мы подумаем!» После пляжа они вернулись в номер отдохнуть перед ужином. «Ну что, пойдем сегодня на концерт?» – спросила Елена. «Мне кажется, этот Валерий вполне приличный мужчина!» «Я не знаю!» – задумчиво протянул Денис. «Мне он что-то не понравился. Слишком уж активно с нами сближается. Да ладно тебе! Просто одинокий мужик! Ищет компанию!» «А дочка как смотрит на это?» Денис посмотрел на Вику. «А я не против концерта! Мы же просто послушаем музыку все вместе!» – пожала плечами та. «Ну, раз вы обе не видите ничего плохого, тогда и я не возражаю!» – согласился Денис. «Только будем держать ухо востро! Чую! Этот Валерий не просто так к нам подкатил!» Вечером они пришли на концерт в гостиницу и увидели Валерия. Он радостно помахал им рукой. Когда концерт закончился, мужчина предложил «Давайте продолжим вечер в кафе! Угощаю вас за компанию на концерте!» В кафе он заказал дорогое вино и закуски. Разговор тек легко и непринужденно. Валерий оказался приятным интеллигентным собеседником. Подвыпив, он стал делать комплименты Елене. Денис хмурился, а Валерий тут же поспешил добавить «Простите, если что-то не так сказал! Вы просто очень красивая женщина! Не обижайтесь на меня!» Когда они вышли из кафе, Валерий предложил «Может, ко мне заглянете? У меня коллекция старинных монет есть, я вам покажу. Очень интересно!» Но Денис тут же отрезал. «Нет, нам пора. Спасибо за угощение, приятного отдыха!» И решительно повел женщин к выходу. «Ну вот, испортил весь вечер!» С досадой произнесла Елена. «Что-то накинулся на беднягу. Он вел себя вежливо». «Да ты не видишь, разве, как он к тебе клеится!» Рассердился Денис. Еле сдерживался, чтоб при Вике приличия соблюсти. А в номер явно зазывал с какими-то неприличными намерениями. «Брось! Что за чушь! Просто хотел коллекцией монет похвастаться!» «Конечно! Он явно на то рассчитывал, что ты выпьешь и согласишься к нему пойти. А я помеха на его пути. Вот он и старался мне льстить и ублажать». Елена хотела еще спорить, но тут подала голос Вика. «Пап, я думаю, ты прав. Этот дядька как-то неприятно смотрел на маму, особенно когда она отворачивалась». «Ну вот, видишь!» Денис хлопнул ладонью по столу. «Даже ребенок догадался, а ты все ему верила!» Елена смутилась. «Ладно, прости. Кажется, я и вправду чуть не попалась на удочку этого кавалера. Спасибо, что вовремя остановил». После этого случая отдыхать стало намного спокойнее и приятнее. Больше Валерий к ним не подходил, видимо, поняв, что ему не удастся очаровать Елену. А Денис с Викой были рады, что сумели вовремя разгадать его намерения и уберечь семью от неприятностей. Теперь Елена была с ними согласна. Замечательно, когда в семье всегда есть надежная мужская поддержка. Субтитры создавал DimaTorzok